Смотрите, что хочу показать. И здесь будет то же самое. То есть, в принципе, все достаточно неплохо. Смотрите, как хорошо зашло. Поэтому первую ошибку, что сделал я, просто молниеносно. Щелк и идешь дальше. Приятно работать. И выглядит это вот так. Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Артемов. Я эксперт по недвижимости. Сегодня совсем не летная погода для съемок. Идет мокрый снег в Санкт-Петербурге. Поэтому вчера мы съездили в Икею и закупились вот такими штуками. Называется рунин. И выглядит это вот так. Это для лоджий и балконов устилать на пол. Моя лоджия в квартире составляет в ширину метра 90, в длину 3,5 метра. И мне необходимо 9 упаковок данного пола для этого балкона. Одна упаковка стоит 1299 рублей на сегодняшний день. И, соответственно, все обошлось там в 11700 рублей. До этого я думал, что все-таки выбрать, когда посмотрел варианты в Икеа. Я нашел компанию, которая производит материалы из дерева. И подумал, что сделаю себе сам пол. Начал его считать. Начал считать брусок, крепление. Начал считать террасную доску, чтобы это было красиво. Специальные средства, чтобы ее покрыть. И в итоге получается, что стоимость примерно, даже у меня получилось там 12 тысяч с копейками. Но при этом труда затраты на порядок выше. Поэтому, естественно, принято решение пойти просто обычным, самым простым способом. И купили вот такие штуки. Натуральное дерево. Здесь уже все покрыто. И что мне нравится, это пластик. То есть, если даже будет влага на балконе, то для этого ничего страшного. Но если что, можно всегда поднять, да и вытереть. Если вдруг это произойдет. Значит, перед тем, как все начать, вот у меня пол здесь от застрочка. Здесь обычная монолитная плита. Толщина 20 сантиметров. Она достаточно ровная. И мне необходимо первое будет это пропылесосить. Вы уже видели моего этого помощника. Суперский пылесос. Приобретал его за 5000 рублей. И доволен, как говорится, как слон. Нам понадобятся вот такие же ножницы, тоже из Икеи, для того, чтобы упаковку раскрывать. А для того, чтобы обходить труднодоступные места, где, соответственно, есть выемки, крепления окон, вот для этого есть у меня вот такая ножовка. Пользовался, кстати, всего лишь один раз, когда спилил елочку в лесу. Надеюсь, вы видели этот обзор. Ну что, давайте приступим к уборке пола и начнем выкладывать нашу плитку. Соответственно, для начала я уберу все лишнее, чтобы мне это не мешало, а собака уйдет сама. С пылесосом все очень просто. Он собирается как лего, как детский конструктор. Распрямляем обязательно шнур, штепсель в розетку. Кстати, розетка от застройщика. И погнали! А вот ножницы, друзья, как раз нужны вот именно для этого, чтобы распакалывать. Соответственно, мы с вами видим, что... Сейчас возьмем камеру. Дверь. Вот здесь мы заходим. И, соответственно, у нас сразу бросается взгляд сюда и сюда. Поэтому я сейчас буду смотреть, либо начну вот отсюда, либо отсюда, как пойдет. Соответственно, как в том месте придется подрезать, поэтому я начну вот даже не знаю. Я сейчас вот так выложу и посмотрю, как будет делать лучше. Все. Слушайте, очень круто, что очень просто. С этой стороны у нас паз, и здесь он. И вот я вот это ровно и просто берем здесь еще один. Красота. Приятно работать. Можно работать в нормальной одежде, не бояться, что испачкаешься, потому что все, в принципе, чисто. А в отличие от того, что я думал изначально, что если бы я здесь пилил, была бы стружка, была бы пыль, приходилось бы много убираться, она бы заходила бы на кухню, потому что это... выход на кухню был бы, конечно, не очень здорово. Вот только обратите внимание, как все это происходит быстро. Просто молниеносно. Щелк, и идешь дальше. Вот это место, про что я вам говорю. Смотрите. Она целиком заходит почти вот сюда, сих пор, стоит 3 сантиметра здесь. И здесь придется подрезать. Подрезать мне хочется как можно меньше. Смотрите. Первую ошибку, что сделал я, это не прочитал инструкцию. Если посмотреть, вот он паз. Видите, как он здесь есть, а здесь его нету. А здесь нету, где он должен быть. Сейчас буду разбирать и переделывать, друзья. Поэтому будьте внимательны, читайте инструкцию. Вот так, а в ручке пошел сюда. Кстати, в одну коробку 0,81 квадратный метр. Вот видите, какой затык. Получается, если ее положить вот сюда, вот так, то останется вот такой миск. Поэтому я вообще, на самом деле, думаю, что у самого края не стоит классик, а как раз вот по эту железку. Потому что в инструкции написано должен быть зазор 5 миллиметров. И я полагаю, надо сделать вот так. Не, ну так, слушайте, симпотнее смотрится. Просто я когда, смотрите, я начинаю думать, что если у нас останется зазор вот так, да, соответственно, тут сантиметра около трех. Я думаю, камушком засыпать или чуть-чуть, но это опять возня. И зачем мне это нужно? У меня тем более остается приличный остаток. Поэтому нужно вот здесь померить из расстояния и вырезать аккуратный кусок. Иду за рулеткой. Поэтому, соответственно, вот это мне нужно сейчас измерить расстояние. Я для этого взял рулетку. И мы вот здесь выпилим столько, сколько нам нужно. а расстояние у нас получается пять сантиметров. Делаем вот здесь риску. Отмеряем пять сантиметров. Получается как раз вот на эту целую штуку. Надо еще, кстати, будет подумать, чем закрыть торец, он будет купить специальное средство. Шикарно, друзья, шикарно. Смотрите, как хорошо зашло и есть как раз зазор на расширение древесины. Уложили первый слой и теперь нам нужно вот здесь разобраться. восемь с половиной сантиметров. Ножовка с партами покупайте, друзья. Откровенная Г. Так, вот так это получается. Смотрите. То есть, в принципе, все достаточно неплохо. Да. И получается нужно убрать вот эту часть пластика. Друзья, идеально. Делаю, пилю всегда с зазором, потому что дерево от влаги расширяется, от солнца сужается. Для того, чтобы ничего не вспучивало и не выпирало, для этого всегда должен быть зазор. И об этом написано у производителя в инструкции. Кстати, сделано в России. Давайте я вам еще расскажу в небольшую особенность. Видите риску? Когда вы пилите, для того, чтобы попасть в размер, то мы, соответственно, пилим до этой риски. Видите, как идет? Вот он, шов идет. И здесь будет то же самое, друзья. Потому что, если сделать больше, то будет не очень красиво. Это обычная киянка. Ей я проверяю крепостен. И на наличие пустот. Шикарно. Работа пойдет быстрее. Буду летом вот так и лежать. О, карандашик упал. Смотреть в окно. Гладить собаку. Друзья, вы обязательно подпишитесь. И поставьте лайк. Ну и про комментарии не забываем. Слушайте, она очень круто преобразилась. Я очень довольна работа, потому что сделана процентов 70. Самое сложное у нас, друзья, впереди. Поэтому не переключайтесь. Вот такое место осталось. Вот здесь немножко. Сейчас буду с этим мучиться. Блин, ну, друзья, смотрите, как все смотрится. Блин, я очень доволен. Очень. Смотрите, что хочу показать. Видите вот эти перемычки? То есть вот здесь она держит вот эти делянечки. Вот, я сейчас, когда буду дальше делать, вот видите вот эти места? То есть вот здесь можно просто отрезать, и кусок просто выпадет. И его можно применить, отдать ребенку, поиграть, либо еще что-то сделать. Так, давайте. Осталось совсем, друзья, немножко. Вот они, последние штрихи. Почти две придется пилить. Эх! Так, где что там скрепляешься? Вот. Слушайте, крепко это как держится. О! Друзья, вот я и доделал. Делал свою работу. Посмотрите, как у меня все получилось, особенно где стыки и углы. И поставьте свою оценку проделанной на ее работе. Надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. А я с вами не прощаюсь и, как обычно, говорю, до скорой встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»